Для многих людей диагноз диабет может присниться только в самых страшных кошмарах. Это действительно звучит как приговор, но только до тех пор, пока вопрос не будет изучен досконально. Спустя некоторое время оказывается, что недуг появился не просто так. Он не только передается по наследству, но и возникает из-за неправильного питания и образа жизни. И это не злой рок, а простая реакция организма. О том, к чему может привести диабет, знают даже студенты. Диабет – это очень распространенное заболевание в наши дни, очень сложная проблема заключается в том, что диабет очень часто сопровождается серьезными осложнениями, такие как макроангиопатия, микроангиопатия. То есть идут осложнения на сердечно-сосудистую систему, очень часто сопровождается и артериальная гипертензия, и шимической болезнью сердца. Очень часто осложнения идут на почки. То есть это заболевание, которое, в принципе, осложняется, можно так сказать, комплексно проблемами во всем организме. И, конечно, в этом заключается сложность. Все сложности, которые возникают от диабета, на самом деле решаются лишь ответственностью перед самим собой. Сидячий образ жизни необходимо заменить более активным. Постоянные перекусы здоровой пищей. Диагноз, как уверены врачи, заставляет пересмотреть всю жизнь и измениться к лучшему. Разобраться во всех тонкостях помогут не только специалисты, но и другие пациенты эндокринологических отделений, коллеги по несчастью. Для этого есть специальные организации. Создана общественная организация с 2000 года. И вот вы видите, столько лет люди работают в этом направлении. Их объединяет эта беда, это, наверное, проблема по жизни, от нее избавиться невозможно. Ну, нужно жить на позитиве. Я думаю, что позитивные моменты, они дают возможность сегодня общаться, обговаривать свои проблемы и решать их совместно. Врачи рекомендуют контролировать уровень сахара в крови на постоянной основе, независимо от диеты. Для этого в больницах есть специальные лаборатории. Кроме того, в продаже имеются и личные многоразовые глюкометры. Их использование помогает отслеживать количество сахара и определять необходимую дозу инсулина в определенный момент времени. Процедура несложная и практически безболезненная. Ну, знаете, что хорошо? Что вы все равно убаетесь? Сколько вам полных лет? 64. Держите. 16,7? Ну, что же вы так думаете? Это еще хорошо. Сложности начинаются в поиске и подборе питания. Очень важно правильно высчитать так называемые хлебные единицы в каждом продукте. Они позволяют приблизительно оценить количество углеводов в той или иной пище. Необходимо правильно составить диету, чтобы количество хлебных единиц было в пределах нормы. Раньше, к слову, ввести больных диабетом было гораздо сложнее. Раньше инсулины, конечно, были не такие, как сейчас, плохо очищенные, свиные и считались самыми хорошими. Но в настоящее время дети инсулинами обеспечены. Это человеческие инсулины. Это инсулины хорошо очищенные, которые не дают осложнений. Благодаря развитию современной медицины больные диабетом не имеют таких серьезных ограничений, как пару десятков лет назад. Качественные лекарства и аппараты самоконтроля позволяют держать состояние своего здоровья в норме. А диеты, которых приходится придерживаться, пользуются популярностью у приверженцев здорового образа жизни и не ограничивают гастрономических вкусов. Взрослым проще справляться с недугом. Гораздо чаще у них встречается второй тип. Он протекает с меньшими осложнениями. Контролировать свое здоровье помогает ответственность перед самим собой. Основные сложности диабет приносят детям. Именно у них зачастую наблюдается врожденный первый тип. Родителям необходимо постоянно следить за здоровьем ребенка и своевременным поступлением инсулина. Мы прикладываем все силы для того, чтобы у наших детей было достойное качество жизни. Качество жизни включает в себя лечение и наблюдение за этими пациентами. В лечении первое – это инсулинотерапия пожизненная, к сожалению, на сегодняшний день. Это 5 инъекций инсулина, 5-4 инъекций или же помповая инсулинотерапия. Диета, которая включает в себя исключение из рациона легкоусвояемых углеводов. Физические нагрузки и постоянный контроль сахара в крови. Сложность состоит в том, что детям в силу возраста сложнее контролировать себя. Поэтому в первое время родители и даже педагоги должны постоянно отслеживать состояние здоровья ребенка. При этом объяснять ему, что скоро малышу придется самому измерять уровень сахара и пользоваться шприц-ручкой с инсулином. Важно выработать самостоятельность, ведь даже одна пропущенная инъекция может привести к ужасным последствиям для ребенка. Никита Егоров, Александр Рыбин, Служба новостей и ТВ.